Здоровая, сильная и чистая Подмосковья – это гофлозунг губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его выступление, состоявшееся 29 января, сегодня обсуждалось в районном культурном комплексе. В основном из приглашенных здесь была молодежь. Молодые люди интересовались, как в Щелковском районе будет выстраиваться работа именно с молодыми людьми. Олег Болотин рассказал о стратегии областного правительства по всем социально значимым направлениям и подробно остановился на вопросах волнующих молодежь, трудоустройстве, организации досуга и занятий спортом. Местом притяжения рабочих рук станет индустриальный парк «Синергия». Но уже сегодня реализованы важные для экономики муниципалитета инвестиционные проекты. За последнее время реализовано 8 масштабных инвестиционных проектов. В том числе построен новый производственный корпус акционерного общества «Валентафарм», где создано 550 рабочих мест, расширено производство компании «Стильные кухни». Всего на территории района на данный момент реализуется 23 инъезд проекта. По итогам 2018 года ожидаем привлечения 11 миллиардов инвестиций. Ещё один проект на 100% социальный – создание на базе телестудии во Дворце культуры имени Чкалова молодёжной редакции. На ней ребята будут практиковаться в написании репортажей программ. Происходящие процессы объединения поселений в городской округ Щёлково позволят справедливо распределять бюджетные средства внутри муниципалитета. Сейчас объединение в округ, оно как раз позволяет распределять средства. И понятия дальние территории, глубокие территории не существуют. Но то, с чем мы столкнёмся и над чем мы работаем непосредственно сейчас, это вот именно эти задачи губернаторам как раз конкретизированы. Я сегодня тоже задал вопрос, то есть волнует молодёжь что? Работа на месте. То есть устали люди уже ездить в Москву, надоела эта маятниковая миграция. То есть действительно хочется больше проводить времени. Тем более уже появляется действительно столько много всяких объектов и отдыха, и инфраструктуры, что хочется всё-таки после работы не ехать на метро, электрички и так далее, а посвятить время спорту каким-то культурно-массовым мероприятиям. Власть нас слышит, наши идеи молодёжи поддерживают всегда. И в максимальной степени это реализуют. Наш губернатор обратил внимание на доброжелательность врачей, докторов. Именно сегодня, как ни странно, я столкнулась с достаточно неприятной ситуацией. Не буду углубляться, но всё же я очень надеюсь, что привлечение новых кадров, молодёжи, которые вот так же сейчас буквально закачивают медицинские университеты, им будет предоставлено больше льгот, и это повлечёт за собой привлечение новых кадров, которые будут действительно гореть своей работой. План развития Московской области определён. Его цель заключается в том, чтобы реальные перемены происходили в каждом населённом пункте, чтобы их почувствовал каждый житель. Ради этого и работает правительство, и власти на местах. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо вам, внимание.